Еще перед началом совещания в кулуарах шептались, оно может стать толчком к экономической перезагрузке региона. С первыми словами Вениамина Кондратьева эти мнения как минимум не развеялись. С начала года экономическая активность в регионе снизилась сразу по нескольким направлениям. Замедлились темпы роста валового регионального продукта. Импортозамещение чаще только на бумаге. Недобор и в бюджете за последние месяцы почти 3 миллиарда рублей. Комплекс проблем решать будут точечно, не распыляясь, говорит Кондратьев, за счет развития основных отраслей. Транспортное, сельского хозяйства, курортов и промышленности. Для решения социальных проблем на выгодных условиях станут привлекать предприниматели. Для этого создадут и реестр проектов для государственно-частного партнерства. Этот механизм в крае развит слабо. Реализованные совместно с бизнесом социально ориентированные проекты можно перечислить по пальцам. Коллеги, и конечно, если откровенно, они только на бумаге. В большинстве случаев. Для того, чтобы бизнесмены активно включились в эту работу, мы должны предлагать интересные для них проекты. Как один из вариантов решения проблемы, это создание краевого реестра социальных проектов и общественных инициатив, которым можно было бы привлечь бизнес. Нужно систематизировать эту работу, иначе все так и останется на уровне разговора. Это то, о чем я говорил. Сейчас Кубань занимает 17 место в стране по развитию государственно-частного партнерства. А ведь этот инструмент сильно недооценен, считают в том же бизнес-сообществе. Новую инициативу поддерживают и говорят. Создайте условия, и предприниматели к вам потянутся. Особенно малый и средний бизнес. Это на самом деле скрытый потенциал, потому что отрасли, в которых может быть применено государственно-частное партнерство, они ключевые, они на поверхности. Это жилищно-коммунальное хозяйство, это ТЭК, это транспорт, это социальная сфера. Это очень такой недооцененный актив, который при правильной подготовке, структурировании и реализации этих проектов, это действительно такие большие экономические резервы. Но в нынешних условиях многие инициативы на корню убивают кредиты. Неподъемные процентные ставки практически отрезают от денег малый бизнес, который по сути должен стать кровеносной системой всей экономики региона. Это не только рабочие места, замечает Венимин Кондратьев, но и рост в сегменте потребительского рынка. И требует для малого и среднего бизнеса упростить систему получения субсидий на выплаты по процентам в банках. Здесь главное сделать процесс получения субсидий максимально прозрачным и доступным для бизнеса. И вот это основная задача. Потому что вопрос даже не в том, что сумма небольшая. Непонятно, каким образом, не хочу никого иного такого слова употреблять плохого. Растекается, скажем так. Вот это основная проблема будет. К чиновникам и власть. Сделайте прозрачные предоставления. Если это будет применено, тогда люди не будут бояться идти в малый бизнес. Потому что на сегодня, конечно, риски и преграды, которые видит малый бизнес, они гораздо больше влияют на человека, чем те возможности, которые развитие этого бизнеса или открытие новых бизнесов сулит. Все эти меры в том числе направлены и на инвестиционную привлекательность региона. Из-за макроэкономических факторов крупные компании сейчас, если не сворачивают начатые проекты, то новые начинают с неохотой. Особенно это касается иностранных инвесторов. Министр экономики докладывает руководителю региона. Адаптироваться будут под каждого инвестора. До конца года планируется дополнительно реализовать еще 47 крупных проектов. Именно реализовать. Не просто там, как заключенное соглашение, а те проекты, которые будут реализованы. Это почти 60 миллиардов рублей. Должно быть создано более 3,5 тысяч новых рабочих мест. Ресурсы для экономической перезагрузки уже заложены в региональном антикризисном плане. В частности, на поддержку малого бизнеса предусмотрено 700 миллионов рублей. Но насколько оптимален такой вариант? Ведь внутренние наблюдательные комиссии администрации, по словам главы края, без привлечения бизнесменов и общественности больше напоминают кабинетные междусобойщики, часто не дающие реальной картины. Поэтому перезагрузку в первую очередь нужно начинать с открытого диалога. Здесь надо не просто мониторить, надо реально пойти на форум в рамках краевой столицы, где глаза в глаза, лицо в лицо послушать этот бизнес и понимать, как они на самом деле живут. Не имитироваться на бумажный носитель, как я уже говорил, а реально ощутить, насколько будет градус в зале высоким. Совещание длилось больше двух часов, и его основная мысль вполне конкретна. Кризис экономический не должен перерасти в кризис социальный. Главное, что попытался донести до всех сторон Вениамин Кондратьев. Экономический популизм сейчас может отозваться дорогими последствиями потом. Пиариться за бюджетный счет главам районов и городов не стоит. Каждый потраченный рубль должен быть обоснован и максимально эффективен.